Всем привет! Сегодня самый простой способ овсяного вкусного-привкусного хлебушка. Он бездрожжевой, без глютена и без сахара. Размалываем овсяные хлопья в блендере. Но если у вас нет такой возможности, возьмите просто кофемолочку. Также сюда можно добавить овсяные отруби. Вот такими короткими импульсами это займет 10-15 секунд. Я оставляю овсяную муку крупного помола. Немного соли. Подсох. Тыква. Яйцо. Кефир. И все размешать. Ну, очень захотелось добавить семя укропа. Оно придаст такой приятный аромат. Теперь сода с уксусом. Вы можете просто положить соду и тоже все получится. Но тогда соду лучше сразу в кефир добавлять. Вот столько соды, пол столовой ложки, я бы сказала, достаточно много. Гашу уксусом. Видите, уксус винный или яблочный берите, если есть возможность. Теперь смотрите, важный момент. Мы перемешиваем и не даем такому тесту стоять. Потому что сода с уксусом вначале дает тесту такой шикарный эффект. Оно подымается прямо все на пузырьках. Но если сразу его не начать применять, пузырьки опадают. Эффект этот кратковременный. И нам этот момент надо словить. Это не дрожжи. Посмотрите, вот такое оно получается крепенькое. Вот, видите, как оно с ложки, так не хотя спадает. Вот такая консистенция. Подсолнечное масло. Вы можете также застелить его изнутри пергаментной бумагой. Отправляем все в формочку. Так вот ровненько все разровняем, разровняем. Просто растянем по бокам, чтобы оно легло. Сверху можно посыпать кунжутными семечками. Какими-то другими яркими красивыми семечками, как для декора. Отправляем в духовку на 180 градусов на 30-40 минут. Смотрите по вашей духовке. Пахнет овсом. Достаем горячий. Переворачиваем. Вот какая красота. Я не буду класть его на решеточку. Я его положу вот так на бочок, чтобы он остывал равномернее со всех сторон. Я не вытерпела и начала резать прямо сейчас. То мякиш может немного липнуть к лезвию ножа. Если хлеб остынет полностью, то липнуть больше уже не будет. Вы можете менять специи. Например, провансанские травы или я очень люблю кориандр. Если у вас есть семена тмина, смело добавляйте сюда. Это могут быть семена льна, кунжут, любые орехи. Тогда у вас каждый раз будет как будто новый вариант овсяного хлеба. Хлеб мягкий, в меру влажный внутри. У меня здесь творожок со сметаной и солью. На хлебушек так вот намазываем. Вкуснющий, привкуснющий хлеб. Очень вкусно. Получается по краям такая корочка. Сухая, но мягкая. Она тоненькая. Хлеб пышный, при этом хорошо держит форму. Он не опадает. Вам было интересно? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok